МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вашему вниманию итоговый выпуск среды в материалах журналистов ЮЭТВ. В студии для вас работает Станислав Листопад. И ближайшие 20 минут, в частности, вы увидите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Один защитник Украины погиб, еще один ранен на фронте. Четыре раза боевики открывали огонь с начала суток на Донбассе, сообщили в пресс-центре ОВС. У Новотроицкого оккупанты били из гранатометов. В районе Лебединского по украинским позициям открывали огонь из пулеметов и стрелкового оружия. Горячо было также вблизи Маринки и Новозвановки. Как прекратить огонь на Донбассе, пытались сегодня договориться в Минске. Стороны трехсторонней контактной группы заседали почти целый день, но безрезультатно. Договориться не удалось ни о хлебном перемирии, на время уборки урожая, ни по поводу разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Когда же возобновят переговоры, знает Юлия Башко. Еще не договорились. Стороны трехсторонней контактной группы так и не смогли прийти к единому мнению в переговорах. Дата разведения сил и средств в районе Станицы Луганской остается пока неизвестной. Все из-за нарушения режима тишины. Это несмотря на то, что на прошлой встрече в Минске 5 июня стороны договорились об установлении временного перемирия на 7 дней и начала разведения войск в районе Станицы Луганской. Однако в первый же день боевики сорвали этот процесс, обстреляв украинские позиции. Не пришли к согласию в вопросе установления даты так называемого хлебного перемирия на время уборки урожая. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик так прокомментировал позиции сторон. Несмотря на очевидную заинтересованность сторон в так называемом хлебном перемирии, они, к сожалению, сегодня еще не смогли прийти к общему мнению по тексту совместного заявления. Еще один острый пункт повестки дня, который остается на уровне дискуссии, это снятие так называемой экономической блокады или, проще говоря, отмена запрета на ввоз группы товаров, которые действуют с 2017 года. Была также начата дискуссия об устранении существующих препятствий для экономических отношений через линию соприкосновения, но сегодня говорить о деталях еще рано. Подгруппа по гуманитарным вопросам не только продолжила рассматривать возможность освобождения незаконно удерживаемых военнопленных, а также политзаключенных, но и обсудила участие международного Красного Креста в поиске пропавших без вести на Донбассе. Переговоры стороны продолжат 2 июля на следующем заседании трехсторонней контактной группы. Из Минска Юлия Башко, Евгений Савицкий, ЮЭТВ. Следующее заседание трехсторонней контактной группы в Минске будет уже в новом составе от украинской стороны. Новых представителей сегодня назначил президент Владимир Зеленский. В подгруппу по безопасности вошел генерал-майор Богдан Бондарь, в социально-экономическую бывший замминистра экономики Игорь Варемий. Бывший омбудсмен Валерия Лутковская будет работать в гуманитарной подгруппе, а бывший посол Украины в США Александр Моцик в подгруппе по политическим вопросам. Имена подозреваемых в крушении малайзийского Боинга назвали эксперты международной следственной группы. Среди них трое россиян и один украинец. Киев со своей стороны пообещал привлечь к ответственности всех виновных. Москва же назвала обвинения голословными. Как вышли на подозреваемых и что им грозит? В сюжете Анжела Лешко. Россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Именно их прокуратура Нидерландов официально обвинила в причастности к крушению малайзийского Боинга на Донбассе. Следователи уверены, эти четверо обеспечили транспортировку зенитно-ракетного комплекса «БУК» из России на оккупированную территорию Донбасса. Именно из него в июле 2014 сбили рейс MH17. Прокуратура обвиняет этих людей в причастности к крушению рейса MH17. Даже если они сами не стреляли, есть подозрение, что они тесно сотрудничали, чтобы заполучить БУК и сбить Боинг. На момент крушения самолета Гиркин был министром обороны террористической ДНР. Дубинский – главой так называемого разведывательного управления. Пулатов служил подполковником запаса российских воздушно-десантных сил, а Харченко воевал на стороне российских оккупантов. Доказательствами их вины стали десятки тысяч переписок и телефонных разговоров, проанализированных следователями. Например, на этой записи Харченко ведет переговоры с одним из боевиков в день крушения Боинга. За час до пресс-конференции Международной следственной группы результаты собственного расследования опубликовали эксперты «Беллинкет». В их списке, помимо Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко, еще восемь вероятных подозреваемых – россияне и украинцы, воевавшие на стороне террористов на Донбассе. «Беллинкет» проводил свое расследование совершенно независимо. Вполне можно представить, что в итоге список «Беллинкет» будет шире, или наоборот, найти, найдет кого-то, кого не найдет «Беллинкет». Прокуратура Нидерландов требует от Москвы и Киева информации о местонахождении подозреваемых, чтобы их допросить. Слушания по делу о крушении лайнера MH17 в Нидерландах начнутся 9 марта 2020 года. Юристы говорят, насколько быстро пройдут судебные разбирательства, зависит от Москвы. Это зависит от того, предоставит ли Россия подозреваемых или же будет их защищать. Тогда это займет больше времени. Тяжело сказать точные сроки. Мы не знаем, будет ли Москва сотрудничать, ведь она не помогала в расследовании до этого. Малайзийский «Боинг-777», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью. Его обломки упали недалеко от украинской деревни Грабова, на территории подконтрольной террористом. Погибли все 298 человек на борту. Более 200 были гражданами Нидерландов. По факту гибели Дмитрия Тымчука открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Народного депутата нашли сегодня с огнестрельным ранением головы в его собственной квартире в Киеве. По данным следствия, там находилась еще женщина. Об этом сообщил глава нацполиции Сергей Князев. Также правоохранители не исключают такие версии, как несчастный случай и неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Дмитрий Тымчук – народный депутат и координатор группы «Информационное сопротивление». В прошлом кадровый военный офицер. Служил в Национальной гвардии и вооруженных силах Украины, в том числе на разных должностях в Министерстве обороны. Был в командировках в местах дислокации украинских миротворцев в Ираке, Ливане, Косово. С начала российской агрессии в 2014-м Дмитрий Тымчук стал координатором сообщества «Информационное сопротивление». Публиковал данные о действиях российских силовиков в Крыму и на Донбассе, разоблачал российскую агентуру. Также в 2014-м Тымчук был избран народным депутатом от парламентской фракции «Народный фронт». Был членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Первый образец украинской станции радиоэлектронной борьбы. Успешно прошел испытания, проводили их на полигоне в Харьковской области. Нужно было подавить систему радиосвязи противника, и станция с этим справилась, сообщает пресс-служба Украинской борьбы. Но характеристики автоматизированной станции соответствуют стандартам НАТО. Она может полностью лишить связи противника на расстоянии нескольких десятков километров. Враг не сможет вызвать подмогу, а также навести артиллерию. Они реставрируют письма, проживая вместе с автором каждое слово. Восстанавливают все до мельчайших деталей и ищут адресатов, которым еще 78 лет назад писали с фронта. UATV совместно с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне продолжает цикл сюжетов «Письмо из прошлого». Это история от тысячи неотправленных писем советских солдат 1941 года. В Киев их вернул Австрийский музейный фонд. В 1942-м корреспонденцию из Украины в Вену отправил представитель нацистской власти доктор Альшлегер. Собирался изучать по ней настроения советских людей, однако с войны Альшлегер не вернулся, а коллекция писем десятки лет пролежала нетронутой. Реставратор Ирина Руданко создает точные копии писем солдата Второй мировой. Именно их передадут родным фронтовиков. Оригиналы останутся в фондах музея. Как начинали, когда мы только ксероксы. Но когда вот ксерокс, ну не греет. Если даже человек получит это письмо, ну как-то холодно. Думаю, нет, давайте что-то подумаем. Химические карандаши, идентичные тому времени, дарят судмедэксперты. Подходящую старую бумагу Ирине сносят все сотрудники, друзья и знакомые. Однажды даже был казус с ответом на вопрос журналиста. Ну я ему рассказываю, что вот смотрю, кто там выбрасывает. Даже если там тетради школьные перебирают, все, мне сносят все. Мне уже даже мое руководство меня ругает, что я как Плюшкин бумажный. У меня везде в ящиках, везде я и так красиво иногда сложу, чтобы видно было, что хоть красиво. У меня в статье пишет, что вот Руданко Ирина Ивановна, она письма делает на бумагах, ищет их на мусорных ящиках. Думаю, ну написал один, доброе дело сделал. На каждое письмо уходит минимум полдня. Нужно подобрать почерк, повторить каждую ошибку и пятно на листе и выжелтить на солнце бумагу для конверта. Бывает легко идёт письмо, бывает очень сложно. Не могу сказать, что это зависит от настроения. Но вот когда прочитаешь письма, что делать их просто, без слёз и вот, ну очень. В деле Ирины важна мельчайшая деталь. Засушенный цветочек лежал. И мы тоже, когда делали муляж, я говорю, давай обязательно цветочек. И мы положили цветочек. Ну там были такие стихи. Наверное, девушки парень писал. Люблю яблоко, люблю грушу, люблю Машу, как свою душу. Вот запомнила я это стихотворение. Пока Ирина воссоздает строки из прошлого, её коллеги ищут получателей. Для того, чтобы найти адресатов, письма музейным сотрудникам иногда нужно превращаться в настоящих детективов. Письма родным солдаты писали 78 лет назад. Прямых получателей зачастую уже нет в живых, а дети и внуки за это время могли переехать. Это лист, который писал перечати Андрей Потапович своей дружине, перечати Ярине Явтухиме. Запишите, пожалуйста, если у вас есть возможность. Ежедневно целый отдел музея Второй мировой совершает десятки звонков и сотни интернет-запросов, чтобы найти тех, чьи имена неизвестны. А место проживания может быть где угодно. Смотрим само письмо. Возможно, там найдётся какая-то зацепка, которая поможет найти родных. Это могут быть имена сестёр, братьев, жены и детей. Всё это помогает. Сотрудники музея шаг за шагом восстанавливают семейное древо солдата и переезды его родных, контактируя с каждым, кто может помочь. Мы очень благодарны всем неравнодушным, которые помогают нам в поиске, потому что этот поиск проводится фактически всем миром, как говорят. На поиски семьи могут идти месяцы. Всё для того, чтобы вручить им память о родных. О том, как родные солдат Второй мировой войны впервые читают строки с 41-го года, мы покажем в следующих материалах цикла «Письмо из прошлого». Донбасс видновлення. Документальный фильм показали в Киеве. Авторы представили своё видение региона после деоккупации. В киноверсии рассказали, каким Донбасс может стать в будущем. Посмотрел картину и корреспондент ЮЭТВ Артём Голуб. Полное экономическое восстановление Украины и Донбасса отдельно друг от друга невозможно. Именно в этом заключается главный месседж кинофильма «Донбасс. Ведновление». Мы привлекли достаточно широкий круг экономистов, политологов, финансистов, для того, чтобы собрать воедино мнение и понять, какие шаги первоначально нужно предпринять для того, чтобы поднимать этот регион. Когда Донбасс вернётся в Украину, авторы кинокартину не прогнозировали. Сконцентрировались исключительно на сценариях экономического развития региона в послевоенный период. Однако Украина уже имеет свой сценарий возвращения Донбасса. У нас есть своё видение. Министерство больше, чем год назад презентовало политическую реинтеграцию Донбасса. Оно ссылается на использование международной миссии, переходной администрации и, конечно же, выполнение всех минских соглашений. В создании фильма кроме социологов и экономистов также принимали участие и переселенцы. Они говорят, что готовы вернуться домой и начать восстанавливать разрушенный войной дом. Таких фильмов должно быть снято больше, таких акций и мероприятий нужно проводить больше. И поэтому мы, общественные организации, объединяемся вместе, снимаем такие фильмы, оказываем информационную поддержку и постоянно пытаемся об этом говорить, чтобы об этой проблеме не забыли. Донбасс и Крым – это Украина. Сейчас авторы хотят, чтобы их фильм увидела широкая публика, поэтому ближайшим временем Донбасс виднования боятся в свободном доступе в интернете. Артём Голуб, Максим Градобык, UATV. Бетонные пысанки – это гигантские тетроподы, которые служат берегозащитным сооружением. Несколько лет назад они укрепляли линию обороны и находились в самых горячих точках Донбасса. Сегодня художники расписывают их в цвета при Азове и называют оберегами прифронтового Мариуполя. О необычных сооружениях смотрите далее. Яркие цветы на бетонных блоках тетроподов – как живые. Даже пчёлы их путают, шутят художники. Тамара Вакуленко приехала в Мариуполе с Харькова вместе с учениками. Рисуют растения при Азовье с натуры. Это пижма. Это пижма. Она одинаковая и на при Азовье, и на слабожанщине. Это её прототип. Причём рисуют её в петриковской росписи очень интересно – пальчиком. Полевые цветы на тетроподах – символ жизни и мира, рассказывают художники. Хрупкие растения – стойкие. Они символизируют жителей прифронтового города, которые отстояли от российских боевиков в форпост Украины. Наш тетропод крепко стоит на проукраинских позициях. И цветы, которые на нём изображены, символизируют развитие и красоту. Они тянутся вверх, к солнцу. Марина Черепченко – куратор проекта. Художница живёт в Мариуполе, пережила обстрелы оккупантов из градов. Слышала, как идут бои всего в нескольких километрах от собственного дома. У нас в Мариуполе тетроподы стали оберегами, потому что они защитили линию обороны Мариуполя от тяжёлой военной российской техники. 20-тонные оборонительные сооружения превратились в художественные полотна. Сначала были эскизы будущих работ, после – длительная подготовка. Грунтовка и карандашные наброски. Чтобы цветы на бетоне получились не хуже, чем на бумаге, используют специальные кисточки из кошачьей шерсти. Это наша мурка поделилась в обмен на котлету. Она их любит. И кисточка особенная. Ею только Петриковские рисуют. Я вам сейчас покажу, что она вытворяет. Вот что она может делать. И хоть тут не бумага, видите? Идея разрисовывать волнорезы возникла в 2013-м. Ко дню рождения Мариуполя раскрасили 80 тетроподов. Некоторые из них отправили на украинские блокпосты на линии разграничения, где благодаря своей тяжести и устойчивости тетропод стал преградой для тяжёлой военной техники. Тетроподы, я знаю, это символ Мариуполя, обороны города. А если их разрисуют, то в таком виде это символ мирного Мариуполя, символ мирного неба. Художники разрисовывают с утра и до самого вечера. Когда закончат, тетроподы разместят на поляне с сине-жёлтыми цветами рядом с морем, чтобы каждый мог любоваться мирной красотой цветущего при Азовья. Надежда Сухорукова, Борис Яковенко, Мариуполь, ЮЭй-ТВ. Лидер мирового сезона по прыжкам в высоту Богдан Бондаренко готовится принять участие в европейских играх. Они пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Накануне отъезда на соревнования бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 провёл в Киеве открытую тренировку. Как преодолевает планку автор самого лучшего результата в Европе за всю историю прыжков в высоту, видела корреспондент ЮЭй-ТВ Елена Дидух. Вот так, на первый взгляд, без особых усилий Богдан Бондаренко преодолевает планку на высоте до 190 сантиметров. Двухметровую высоту покоряют уже традиционным способом. Почти два года Богдан не выступал на соревнованиях из-за травмы. В мае этого года вернулся в сектор и сразу выиграл два этапа бриллиантовой лиги. Первый в Риме с лучшим результатом сезона – 2 метра 31 сантиметр. Говорит, очень соскучился по соревнованиям и победам. Я забыл, как радоваться на самом деле. Даже в 17-й год, когда я выступал еще, все соревнования были в основном неудачные. Чемпионат мира в Лондоне тоже не попал в восьмерку. И поэтому первые соревнования, когда я выиграл, это было просто счастье, что вот, наконец-то есть шанс порадоваться той спортивной радостью, которой забыл, как она. То есть те люди, которые меня видели, говорили, что ты радовался, как ребенок. В состав легкоатлетической команды, которая представит Украину на европейских играх, Бондаренко попал неделю назад. Заменил травмированного Дмитрия Дымьянюка. На играх в Минске соревнования по легкой атлетике будут проходить в новом динамичном формате. Если раньше у нас было три попытки, мы могли делать на каждую высоту, то это во всех соревнованиях будет возможность сделать всего лишь три попытки. И высоту можно взять любую. И поэтому для меня это очень интересное соревнование, потому что я не могу сделать много попыток. Я чувствую боль в стопе от этого. И я люблю делать три попытки, скажем так, это оптимально. И я считаю, что эти соревнования сделаны как будто бы для меня. Всего на европейских играх Украину представит 21 легкоатлет. В прыжках в высоту и длину, в свешенной эстафете, в гонках преследования, метании копья и забегах на 100 метров и 110 метров с барьерами. Медали будут разыгрываться в командном и индивидуальном первенстве. Если честно, хотелось бы быть призерами в командных соревнованиях. Но цена медалей как личной, так и командной, она одинаково важна для страны. Это будет одна или две или три. Но хотелось бы, так как мы командой представляем Украину, быть призерами и в команде. Но это будет непросто. 21 июня украинские легкоатлеты отправятся в Минск, где уже через два дня стартуют на европейских играх. Елена Дидух, Сергей Савчук, UATV. Таким и были главные новости среды. Эта и другая актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала UATV.ua. Благодарим за доверие. Оставайтесь с нами, будьте в курсе и знайте больше. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин